Всем привет! Это будет достаточно необычное видео для этого канала. В нём мы поговорим о некоторых событиях в ру фандоме SCP. По большей части о скандалах, интригах, расследованиях, потому что таков уж наш фандом. Как известно, в стенах фонда SCP мы рады всем, и писателям, и разработчикам игр, и косплеерам, и тем, кто снимает видео, и даже тем, кто делает мемесы в конце концов. И эта ситуация сложилась не просто так. Она закреплена юридически тем, что все материалы по SCP изначально распространяются по лицензии Attribution Sharealike 3.0, которая, во-первых, разрешает делать на основе SCP-вселенной всё что угодно, при условии указания авторства того, чем вы вдохновлялись. А во-вторых, требует при любом использовании чего-то из SCP-вселенной предоставлять ваше творение другим по той же лицензии. Никакие другие ограничения этой лицензии не предусмотрены, и об этом прямо написано, что в ней нет никаких других ограничений и быть не может. Из этого правила есть всего несколько исключений. Например, изначальный автор SCP-173 статуи не разрешил коммерческое использование её образа, поэтому продажа чего-либо с ней является фактически нарушением авторского права. Фонд SCP внимательно следит за тем, чтобы все правила соблюдались. Например, мне писали из английского филиала по поводу моей игры Золос Сигнал SCP, ссылки на которую, конечно же, есть в описании. Писали они, что я указал не всех авторов статей. Собственно, после того, как я указал недостающих авторов, на том всё и разрешилось. Или вот, например, ситуация с картинкой старика SCP-106. Вы могли заметить, что в каноничной статье на сайте изменилось изображение старика. Это произошло потому, что автора оригинальной картинки найти не удалось. Соответственно, нельзя выяснить, согласен ли автор с размещением его изображения на этих условиях. Но в целом, если вы увидели красивый арт по SCP, где использованы персонажи SCP или арты, которые сделаны по сюжетам SCP или с символикой фонда, вы можете использовать их где угодно и как угодно. Только лишь при условии указания авторства, во-первых. И во-вторых, вы должны разрешить использование своего творчества другим на тех же условиях. Так как я веду группу ВКонтакте, мне время от времени пишут разные люди, которые говорят, что пользователи группы, мол, бросают в предложку арты по SCP, которые якобы нарушают их права. Я объясняю людям, что такие люди не совсем правы. Некоторые даже говорят о том, что у них там какие-то договора с кем-то, какие-то издательства, ещё какая-то хрень. Хочу сказать сразу всем таким людям, что все ваши договора называются юридически ничтожной сделкой. Сделкой, которую вы не имели права изначально заключать. Любой суд признает вашу неправоту, если до этого дойдёт. Можете свернуть свои договора в трубочку и засунуть... Окей, с этим разобрались. А что насчёт мерча? Все эти майки с логотипом SCP, одежда, блокноты, книжки, ручки. Ведь, согласитесь, было бы очень круто и фаново понаделать прикольные одежды по SCP, сделать сами объекты, устраивать какие-то мероприятия. Это бы подняло популярность фандома. Тут принцип работает немного другой. Дело в том, что торговые марки, бренды, это как бы отдельная вещь от, в целом, авторского права. Поэтому на бренды распространяются свои правила. Сами авторы сайта SCP не делали из него охраняемый бренд. Значит, вроде как использовать его можно везде. Так, собственно, многие и поступают. По SCP уже вышло немало игр, сделано много разного мерча и много где есть символика SCP. То есть, говоря юридическим языком, это изображение стало общепринятым и вошедшим во всеобщее употребление для всего, связанного с SCP. Статья 1483 Гражданского кодекса РФ прямо запрещает регистрировать в качестве торговой марки изображение вошедшего всеобщее употребление. И это логично. Ведь если кто-то регистрирует на себя то, что уже все используют, значит он хочет запретить что-то другим, уничтожить конкурентов. А это прямое нарушение антимонопольного законодательства. Но каково же было мое удивление, когда я узнал, что по заявке 661748, ссылку на которую я оставлю в описании, в России 05.06.2017 кто-то уже зарегистрировал на себя бренд SCP, включающий в себя сам логотип и фразу Secure Contain Protect. Особенно забавно то, что среди товаров, на которые должен распространяться этот знак, есть категория товары игровые для компьютеров, то есть наши любимые игры. Более того, именно этот человек добился блокировки группы GeekFunk, делавшей всякий мерч, который я когда-то рекламировал на канале. Говорят, что он добился закрытия и многих других сообществ по SCP. Казалось бы, что это за недоразумение такое? Нежелание разбираться чиновников в вопросе? Помноженное на чуто беспредельную наглость? Но ведь должен же способ исправить это, остановить этого человека. Да, способ есть, вот только само рассмотрение заявки на ликвидацию товарного знака стоит 13 тысяч. Да и процесс сам по себе достаточно небыстрый и несколько трудоемкий. Не то чтобы какие-то огромные деньги или нереальный труд, но лучше бы тот, кто эту марку зарегистрировал, сделал бы это сам. Это было бы лучше как для фандома, так и для него самого. Следующая история уже не похожа на обычные юридические разборки, а прямо целый детектив. Все мы знаем онлайн-игру Secret Laboratory. Кроме того, что она тоже использует символ SCP, который кое-кто пытается присвоить себе. Через эту игру фандомом SCP заинтересовалась немало людей. В эту игру играет куча народа и множество блогеров снимает по ней видео. Многие мемы в сообществе появились именно там. SCP-4446-RU-J. Это действующий на людей школьного и дошкольного возраста мем-агент, который заставляет жертвы считать, что SCP это игра такая. Объект внедряется в мозг жертвы путем произнесения кодовых фраз, в числе которых Как бы старожилы фандома SCP не относились к сообществу игры, оттуда в сам фандом приходит немало людей. Однако в последнее время популярность этой игры в русском сегменте сильно упала. Интересную версию этого события поведал мне один из подписчиков группы ВКонтакте. И дело оказалось совсем не в том, что в игру просто стало играть меньше народу. Всё гораздо интереснее. Итак, подписчик утверждает, что знает, почему произошло падение онлайной игры. SCP Secret Laboratory. Суть в том, что кто-то преследуя исключительно личную выгоду, начал целенаправленно рушить сообщество этой игры. Что приметно и забавно похоже на предыдущую историю. Сервера с игрой падали один за другим, и игроки метались между ними, пытаясь поиграть хоть где-то. Но везде творилось примерно одно и то же. Всё лагало и падало. Виновник нашёлся довольно быстро. Оказалось, что для того, чтобы поднять онлайн своего сервера, некий проект Union во главе с пользователем FireSky начал DDoS-атаки на сервера конкурентов, полагая, что пользователи из других проектов перейдут к ним. В результате были положены на лопатки почти все сервера сообщества этой игры. Устоял лишь один крупный проект, который я, пожалуй, не буду называть. Ну, занесите денег на рекламу, что ли. И устоял этот проект благодаря тому, что занимался полноценным шпионажем и разведкой. Изучал ситуацию в сообществе в целом и в других группах по игре в частности. И оказался готов к DDoS-атаке, в результате чего он остался практически один в RU-сегменте. А что же в итоге случилось с атакующими? Когда я гуглил эту историю, я наткнулся на большой пост в Стиме на этот счет. Оказывается, разработчики игры из Nordwood Studios заметили эту ситуацию, изучили ее и приняли простое решение, просто удалив все сервера, связанные с Union из игры. К ним стало невозможно подключиться, и это фактически полностью уничтожило жадное сообщество, что должно послужить неплохим уроком тем, кто рушит общий фандом ради своих мелких интересов. Однако после этих событий сообщество фанатов этой игры стало похоже на выжженную землю, с одним выжившим монополистом, который, как обычно монополии это и делают, начал стремительно деградировать и скатываться. А игроки из Union даже создали петицию на Change.org о восстановлении серверов. Петиция набрала больше сотни голосов, но это, похоже, им не сильно помогло. В итоге зло наказано, игроки могут просто нормально играть в свою любимую игру, онлайн медленно оживает. В общем, эта история счастливый конец. Надеюсь, история с присвоением бренда SCP закончится так же хорошо. А какие вам известны истории, связанные с нашим фандомом? Пишите, пора бы уже, наверное, какую-то движуху создавать. Всем пока!